Вопросы, плюс из последних новостей, что происходит. Недавно сдал анализы, у нас запускается проект по похудению с фитнес-клубом Гагарин. И я впервые, представляете, за всю свою жизнь сдал анализы. И оказалось что? Оказалось, что я на шаг от диабета сахарного. Поэтому все приобрело, такие знаете, очень неприятные окраски всего происходящего в моей жизни. Сегодня самая главная фраза, которая у меня сегодня прошла, для меня лично. Вот самая такая, знаете, распространенная. Хорошего человека должно быть много. И вот после вчерашних событий к ней добавляю фразу. Но только не очень долго. А так, в принципе, вот такой лейтмотив у меня, в принципе. Но я даже этому рад и счастлив, потому что наконец-то я получил тот самый ненаглядный пинок, которого так долго ждал, чтобы собой заняться. Вот. Поэтому не хочется опять себя, конечно, обмануть, подвести. Но, блин, как-то вот так. В общем, такие, короче, дела, ребята. Но, в принципе, хотелось бы, конечно, поговорить больше о позитивном и поговорить на тему, которая вас интересует. Потому что прямой эфир – это все-таки вы, мои дорогие и любимые подписчики, у которых есть всегда какие-то актуальные вопросы, актуальные запросы, всегда какие-то интересы. И, в первую очередь, конечно же, конечно же, хотелось бы удовлетворить именно ваши запросы и ваши потребности. Поэтому, как всегда, отвечаю на любые вопросы, на любые темы, разговариваю спокойно, свободно. Потому что любой разговор – это всего лишь разговор, в котором есть разные точки зрения. Поэтому всем еще раз привет, всем машу рукой, всех приветствую, кто присоединяется в этот вечерний прямой эфир. Всем здравствуйте, дорогие, дорогие, всем привет, всем привет, всем привет, всем привет. Вот такие дела. Поэтому, ну, пока вопросов у нас никаких нет. Так, интересно вас было видеть ведущим на Доме-2. Блин, уже не первый раз мне об этом пишут. И меня, конечно, это очень доставляет радость. Мое самолюбие, конечно, затрагивается и радуется от этого. Но этому не бывать. Ташкент, привет. Так, пока не задают никаких вопросов, пока у нас только все люди начинают присоединяться, скажу так. Если кто-то из толстых людей сейчас смотрит, меня вот видит сейчас, просто посыл тебе, братишка, твой лишний вес-то не только неприятный внешний вид. Это точно проблема со здоровьем, точно неправильная работа организма. Ожирение, тварь, болезнь. Пища, это тоже зависимость, как и наркотики. У меня новый бой. Поэтому, вперед. Вперед, ребята, все, кто толстые, худеть. Вот. Есть онлайн-марафоны. Есть тренажерные залы. Все, что угодно. Поэтому, один из лучших марафонов. Это у моей супруги. С некоторых времен, со вчерашнего дня, я теперь понимаю то, что она делает. Она делает не только людей красивыми, она людям дарит здоровье. И моя большая ошибка, то, что, имея такого человека рядом с собой, я вообще не пользовался ее опытом. Но, пришло время. К сожалению, не сразу все доходит. Ладно. Это то, что я хотел бы рассказать. То, что происходит со мной. Где супруга, чем занимается. Она в соседней комнате тоже там. Она же тоже блогер. Занимается своим блогом, получается. Так. Ну что. Вопросы. Жду вопросы. Как говорю, как еще раз объяснял. Говорил любая тема на любой вопрос. Отвечаю спокойно. Так. А ваша супруга может написать диету для моего организма? Конечно, может. Потому, что у нее уже какой там 20? 28-й марафон. И очень много девчонок, которые реально скинули. Поэтому. Поэтому такие дела. Напишите ей, она вам ответит. Когда за дочкой? Ну, походу, вот пришло время сначала со здоровьем. Говорил вопрос. Все поэтапно будем делать. Так. Так. Нравится ваш боевой настрой? Пу-у-у. Так, знаете, вчера просто как обосрался от страха. Когда вообще мне пришли анализы. Жена никогда не заставляла худеть. Жена. Знаете, мы сегодня, кстати, на эту тему с ней разговаривали. И она мне сказала такую фразу. Послушай, ты был только после реабилитации. И лишать тебе сразу всего я просто боялась. Потому что ты отказался от одного. Еще чем-то себя озадачить. Я, наверное, в этом права. Потому что проблема, наверное, ожирения не так очевидна, если человек срывается на алкоголь, либо наркотики. Поэтому пришло время. Я недавно отпраздновал 200 дней. Вот. Уже более-менее укрепился. Даже по состоянию своему понимаю, как я реагирую, допустим, на какие-то моменты, на вид алкоголя. Теперь, сегодня, представляете, я отказавшись от Каскалу, что все сладкое, мне сказали нельзя. Я пришел в магазин, мы снимали рекламу, и я увидел торты и просто, представляете, испытал такой же мандраж, как перед запрещенными препаратами, когда ты от них пытаешься отказаться. Жестко. И я понял, что, офигеть, еще одна зависимость, которую мне придется побороть. Походу, это мой жизненный путь. Бороться с зависимостью. И побеждать их. Вино пить каждый день, это зависимость. Сто процентов. Пить вино каждый день, это зависимость. Сколько хотите килограмм сбросить? Я вам скажу, сколько нужно. Мне нужно сбросить, сейчас все просто будут в ужасе, 65 килограмм. Просто еще одного человека, считай, мне нужно скинуть себе. Представляете, 65 килограмм. Ооо, 65 килограмм, это чтобы быть здоровым. Речь о другом не идет. Вот, чтобы года жизни моих продлевались. И жизнь была счастливой. Ты за последние годы сильно набрал веси. Да. Да. Когда начинается, Настя, марафон? Настя, когда начинается марафон? 10 февраля. Каждый месяц, 10 числа у Насти начинается марафон. Ты вот все равно прикольный. Вот, эти слова, они очень плохие. Для жирного человека они очень... А вот, запомните меня. Запомните меня, услышьте меня. Нельзя толстому человеку говорить, что он хорошо и так выглядит. Что ему и так идет. Не представляю тебя худым. Хорошего человека должно быть много. Перестаньте, если в вашем окружении есть близкие люди. Критикуйте их. Мотивируйте их худеть. Потому что заболеваний, мы были на лекции, нам сказали, что это, в принципе, ожирение, это воспаление. И просто, вы не представляете просто, какое количество последствий от этого, короче, лишнего веса просто. Начиная от сердца, заканчивая другими органами. И вообще, просто всем происходящим. Поэтому, если в вашем окружении есть толстые люди, мотивируйте их худеть вообще просто. Издевайтесь над ними, стебитесь. Просто, ну, как бы, ожирение. Теперь я знаю, это не уродство. Это болезнь. Так же, как и наркомания. Представляете, вот времени столько много. Раньше считалось то, что наркомания это уродство человеческого характера. Это некие такой, знаете, слабые люди, к ним относились так, ну, как бы пренебрегая. То, слава богу, недавно приняли тот момент факту, что наркомания, алкоголизм это является болезнью. Людям начали помогать. Вот я теперь точно знаю то, что ожирение, та же самая зависимость. И толстым людям нужна помощь. Они не уродливы, они больны. И это совершенно разные вещи. Совершенно другая реакция. Если человек болен, ему нужно помогать. Если что-то нужно лечить, то метод лечения ожирения, и это мотивация человека скидывать вес. И поддерживать его, именно в этом направлении. Вот такой вот леймотив у меня. Вот такое вот настроение. Я надеюсь, что он у меня теперь на всю жизнь такой укрепится. Буду укреплять его внутри себя. Поэтому, как я уже говорил, походу. Ну, вот такой вот жизненный путь. Ну, получается, из зависимости в зависимость. Ну, представляете, просто. Кого-то вообще мимо все обходят. А вот со мной, походу, походу, так надо. Ну, и слава Богу. Значит, есть у меня силы на все, чтобы это преодолевать. Значит, используй все свои силы. Если Господу так угодно. Значит, только с благодарным сердцем. Только вперед. Ты не хочешь операцию сделать на желудке, чтобы меньше стал. А, во-первых, по поводу операции. Никто не делает операцию, если человек не в состоянии сам скидывать вес. Понимаете, в чем дело? Нам вчера тоже об этом говорили. Что любой нормальный специалист, если ты придешь к нему, он скажет. Скинь сначала сам 10 килограмм. И тогда я только возьму тебя. Или 5 килограмм. Но суть такая, что человеку придется сначала. Нормальный специалист всегда скажет. Скинь сам лишний вес. Покажи на свой настрой. И тогда только я тебя буду оперировать. Понимаете, в чем дело? Просто у меня была андоминопластика, чтобы вы понимали. Как бы мне выкачивали хирургическим методом жир. У меня огромный шрам на пол тела под пузом. И врач туда ужаснулся. Типа, когда узнал, что я продолжаю жрать сосиски в тесте. Он сказал, смысл ли? А зачем тогда мы все это нахер делали? Ну, поэтому я уже прошел весь этот момент. Нет. Знаете, не бывает... Ну, наверное, в моем случае, чтобы понять, осознать, это нужно... Пережить и своими силами справиться. Ты ел много, почему поправился? Сладкое. Очень много сладкого. Обожаю сладкое. По ночам сладкое. Вообще просто, как бы, ну... Сладкое в огромных, больших количествах. Ну, и плюс, конечно же, там... Самое вообще... Ну, все, что... Все, что, блин, плохое, неприятное. Все, конечно, ел. И вообще, ну, без контроля. Большими порциями. Как бы, ну... Как и все толстые люди. Бургеры, шмубгеры, жагиное. Вот. Да, поэтому такие, как бы, там дела. Чтобы вкусненькое, как говорится, было. Поэтому такие... Вот такие вот, ребята, короче, последствия. Вот такие, короче, дела. Поэтому... Еще раз просто, да, там, по этому поводу... Я говорю то, что если в вашем окружении... Если ваши близкие, родные, толстые люди... Немедленно их на анализы. Немедленно их мотивировать. Вы хотите сбросить вес? А я, наоборот, хочу набрать 5 килограмм. Вы счастливый вы человек? Да, я хочу сбросить. Кто-то хочет набрать. У каждого свой путь. Своя задача, свой бой. Ставропольских. Привет, ребята, Ставрополь. Значит, хотелось. В этом и надо разбираться. Гормоны шалят. Вот, по поводу гормонов, кстати, тоже. Сегодня только была у нас информация. Это гормоны. Чтобы вы понимали. Чтобы гормоны дали сбой. Это нужен сильнейший для них удар. И серьезнейший для них стресс. С гормонами. На гормоны вообще не надо скидывать все, короче, происходящее. Гормоны. Некоторые просто реагируют так, что они начинают там из-за некоторых сбоев там самосохраняться. Но причина является вообще просто, ну, поедание всего подряд. Вообще просто свою топку. Я вам расскажу, короче, такую историю. Я жил еще в Китае. И там были русские ребята. Они занимались велосипедами, занимались спортом. Вот. И один дядечка, он все время приходил и всегда питался там. У него там все очень раздельно. Там вареное мяско, овощи какие-то, без всяких соусов, без ничего. И всегда он кушал, а на протяжении долгого времени не наблюдал. Потом у него поинтересовался, почему как бы так. И он мне сказал такую фразу. Мое тело, это мой храм. И я его оберегаю, чтобы быть здоровым. И представляете, вот спустя это было в 14-м году. Или в 13-м даже. И вот только вчера его фраза, она так у меня, знаете, зазвенела в голове. Я только тогда ее похудел. Ты можешь вкусное сладкое не есть? Ну, блин, а у меня других теперь вариантов просто нет. Просто сладкое меня теперь убивает. Сладкое реально наносит моему организму мне урон физически. Так, салам из Дагестана. Дагестан, тоже привет огромный вам. Поэтому сладкое просто, ну как бы, если я буду жрать сладкое, то я, короче, ну, просто невменяемый человек. Хотя, такие вещи в моей жизни уже происходили, только с другой зависимостью. Но я надеюсь, что хватит мне, короче, ума. Хватит ума просто. Я буду всеми путями сейчас, слава богу. Есть очень много специалистов вокруг меня, людей, кто нам будут помогать. Я надеюсь, что мне просто эта информация вяжет. Я каждый день теперь буду взращивать себе вот эту философию. Что это я для себя, для своего здоровья. Что нету больше других вариантов. Что наслаждение минутное вообще как бы просто, ну, абсолютно неважно по сравнению с тем, что может ждать меня впереди. Я хочу пожить эту жизнь. Сделать еще полезного столько. Дочка. Жена у меня еще молодая. Еще надо жену пережить. Потому что, знаете, других вариантов просто, как бы, ну, типа, пожить счастливо одному, других больше нет. Потому что с ней на всю жизнь. Поэтому, ребята, настрой вот такой похудения. Вы даже вообще не представляете, ребята, даже просто, ты недавно худел, почему бросил. А потому что не было мотивации. Потому что чуть-чуть ушло. И как бы ты такой спокойный себе чувствуешь, вроде бы получше стало выглядеть. И все. Потому что всегда, я вам еще раз говорю, всегда для меня ожирение это было уродством. Только вчера, только вчера я понял, что ожирение это болезнь. Что это последствия. Что это такие проблемы, которые просто, мама, дорогая. Понимаете, в чем дело? Поэтому такие дела. Поэтому внешний вид, теперь для меня, внешний вид по сбросу веса, это всего лишь, как, ну, как дополнительный результат, как дополнительный бонус. После того, когда я стану здоровым. Понимаете, в чем дело? И вот это, совершенно другой взгляд на эту проблему. Но лично для меня. Вы не представляете, как вчера у меня просто загорелась жопа, когда я просто, ну, пришли анализы. И я просто смотрю свой индекс хома и свой инсулин. И понимаю то, что он завышен, просто он выше нормы в три раза. Ребята, в три раза просто выше нормы. В три с половиной раза. Я скидываю ребятам, и они говорят просто, ого, ты что, жрал, что ли, перед этим, что ли, перед, перед сдачей анализов? Я говорю, я вообще ничего не ел перед сдачей анализов. Они говорят, тогда у тебя вообще жесткие проблемы, старичок. Ты на шаг от сахарного диабета второй степени. Сахарный диабет в 35 лет, прикиньте. И у меня вчера жопа загорелась. Я так вчера был на себя зол вообще просто. На себя там немножко досталось жене. Вот. Да, потому что я тоже там начал ей предъявлять, хотя это только моя, моя вида. Она столько раз пыталась меня втянуть в свой марафон. Она столько раз пыталась мне дать свой, свой марафон. Я столько раз это отвергал. Я столько раз его обнулял. Даже, представляете, видя результаты, она мне каждый раз показывала, каких результатов добиваются ее девчонки. Я все равно это игнорировал. Представляете? Представляете, какой дебил? И потому что вот так вот реагируя на нее, просто я постоянно бил ее по рукам. Она аккуратно предлагала мне помочь. А я постоянно аккуратно находил, а где-то даже не аккуратно находил поводы, чтобы, короче, отказаться от ее помощи. И когда, короче, я узнал то, что у меня проблемы с ожирением. Бля, я как дебил, короче, просто начал орать. Вот, сегодня был тот момент. Да, и я, короче, зацепил ее краями. Что, типа, как ты? Почему ты не сделала больше? Хотя, если бы я кому-то столько раз предлагал бы помощь, и меня столько раз бы аккуратно посылали бы нахер, я бы тоже, короче, не нашел бы в себе мудрости, сил, вот и желания кому-то еще помогать. Поэтому, классное на самом деле. Почему такое настроение? Потому что классное время. Потому что это четко. Потому что, когда приходит в жизнь какое-то осознание, при этом при всем, у тебя есть проблема, и есть вариант ее решения, и требуется только прикладывать усилия, это кайфово. Потому что жизнь тебе благоволит. Потому что Господь тебя ведет. Потому что Господь тебе помогает. Господь тебе указывает на проблему, указывает вариант ее решения. Вот. В моем случае, как бы, ну, со мной по ходу действует только так. Но это все проявление любви. Господа Бога вообще, жизни. Я считаю, что это большая удача. Чудеса, вот если говорить про чудеса, чудеса это именно вот это. Чудеса это когда у тебя есть решение твоего вопроса. Вот что такое чудеса. И ты такой, вау, кайф. Давайте, конечно. Спасибо, что мне указали. Я вообще с благодарным сердцем воспринимаю эту ситуацию. Все четко, все вовремя. Представляете? Рядом со мной находятся люди. Меня будет тренировать директор фитнес-клуба Гагарин, фитнес-парка Гагарин. Лично будет тренировать. Это мой наставник на этот сезон. Вокруг меня я познакомился с людьми, врачами, кто занимается анализами, проводит фитнес-тестирование, которые будут мне тоже в этом помогать. Есть диетологи, ребята тоже с образованием, которые будут меня корректировать. Меня будут тренировать, корректировать за мной, следить мне, будут помогать. У меня все для этого есть. Это кайф какой. Это кайф с этим справиться. И поэтому это очень четко. Это очень четко. Да, это новое испытание, но... Слава Богу. Скажем так, это не самое... Ну, не самое... Нет, так нельзя говорить. У каждого свое испытание. Я, знаете, хочу вам просто пожелать, чтобы, когда в вашу жизнь приходят какие-то испытания, ваши проблемы, чтобы вы их воспринимали как личные ваши, не сравнивая с кем-то другим. Просто, да, это мое испытание, и я его пройду. Я его тоже пройду. Так, спрашивали... Что-то вот какой-то вопрос задавали. Глеб, добрый вечер. Веришь ли ты... Кто ты по гороскопу? А веришь ли ты гороскоп в гороскопы? Нет. Я верю в Бога. Так, я верю в Бога. Блин, высказался прям. Прям у меня, блин... Вот я прям чувствовал, что хочется высказать, поэтому запустил прямой эфир. Прямой эфир этот сохраню. Может быть, кому-то он сыграет какую-то определенную роль. Кому-то будет полезно. Так что, такие дела. Такие дела. Всем машу, ребята. Всем привет. Всем привет. Он только присоединился. Всем, 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 всем. Короче, машу рукой. Всем рад. Всем рад, кто присоединился. Вот. Всем, кто только присоединился. Жаль, что вы не были при всем разговоре, но в любом случае спасибо, что зашли к нам на огонек. Итак, друзья, ну что? Какие-то еще, если есть вопросы, давайте еще немножечко ответов на вопросы. И, наверное, 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 можно прямой эфир подзавершить, потому что в нем есть хорошие какие-то точки. Сколько лет вашим родителям? 65. Молодец, молись Богу. Каждый день это делаю. Спасибо большое, Хисман, за поддержку. Спасибо огромное. За добрые слова. Пускай вам доброта ваша. Так, когда мы в баню идем? Евгений. Жень, а когда мы в баню идем? Вообще, наверное, сегодня, что, среда? Должны были, наверное, завтра. На что-то, походу, не идем. Надо сказать, что когда лишнего веса очень много, то он уходит быстрее. О, спасибо большое. Это, конечно, кайф. Слава Богу, у меня много веса. Ого. Значит, будет нелегко. Ну, супер. Порадуюсь, что у меня много лишнего веса. Пускай быстро уходит он. Собрался я быстро выше. О, и так же такие дела. О, тут, ого, пролисталось сколько всего. Ту-ту-ту. Так, 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 так. Ну, такие дела. Так, ребят, ну, а что вы вообще? У кого как вообще дела? Как неделька? Проходит кого что беспокоит, может быть. Та-ра-та-тира-та-ра-та-та-тира-та. Ну, о чем с вами еще поговорить? Сегодня четверг. Сегодня четверг. Сегодня четверг. Кайф. Глеб, привет. Александр 024, привет. Кыргызстан. Привет, Кыргызстан. Привет, ребята. Дикий ангел с Кыргызстана. Привет, привет. Неделька ужасна. Очень хочется углеводов. О, антхина. Это получается тоже, что ли, да? Короче, как организуемые кнопки. Хорошо, Жек, хорошо. А вот такие, короче, дела. Только сейчас не сдавайся, жги. Да, буду стараться, что теперь делать. Теперь вообще задней передачи точно нет. В тех реалиях, которые произошли, в всех событиях, просто, ну, типа, другого пути вообще никакого нет. Теперь только вперед. Только вперед. Угу. Так, друзья, ну что, если, в принципе, у нас, так. О, на флот устроился. Речной. Круто. Круто. Где вы работаете? Я работаю ведущим. Я работаю маркетологом. И специалистом по рекламе. Так, друзья, ну что, давайте завершать. Всем спасибо большое за тем, кто присоединился, за вопросы, за темы, за то, что послушали, за то, что поддержали. Всех очень благодарю. Всем говорю огромное спасибо. Спасибо. Если что, погнали с нами на тренировку сегодня. Жек, я сегодня только с тренировки. Ноги вообще отваливаются. Сегодня с утра тренировался. Поэтому я сегодня точно, короче, нет. Поэтому, Жек, я сегодня полдня, короче, в зале почти был. Поэтому сегодня уже не поеду. Сил сегодня уже нет. Побольше эфиров, Глеб. Блин, буду стараться. Буду стараться. Мне тоже очень нравится такой формат. Буду стараться выходить почаще. Вот. Поэтому, давайте так что, всех обнимаю. Всем жму правую. Всех обнимаю. Всем счастья, вообще здоровья. Хорошего остатка недели. Обнимаю вас. Все. Всем крепкого, крепкого здоровья, благополучия, ребят. Спасибо большое, что были со мной.